Диспетчер Диспетчер 61-й с Волгоградского без команды не отправляться Без команды не отправляться Причина, сажать, сажать Всем привет, дорогие друзья! Сейчас за моей спиной находится единый диспетчерский центр метрополитена ЕДЦ, проще говоря, это мозг московского транспорта Мозг московского метрополитена Там работают все поездные диспетчера всех линий московского метро Я не был ни разу в этом здании Сейчас мы вместе с вами пройдем и посмотрим, как же управляется метрополитен Как работает поездный диспетчер, как он связывается с машинистом Какие команды передает и как он справляется в нестандартных ситуациях Поехали! Дорогие друзья, наконец-то мы прошли в единый диспетчерский центр Рядом со мной Дмитрий Здравствуйте! Уникальный человек, который успел поработать и дежурным по станции И ДСЦП, дежурный по посту централизации И поездным диспетчером даже И он сегодня нам будет рассказывать про работу поездного диспетчера Итак, дорогие друзья, мы сейчас находимся, наверное, в одном из самых технологичных зданий в принципе в Москве Потому что ни о чем другом я таком не слышал Единый диспетчерский центр – это мозг всего метрополитена И не только метрополитена, в принципе, транспортного комплекса Как он вообще появился изначально? Если вы знаете, диспетчера московского метрополитена сидели в здании управления на проспекте Мира В 2013 году начинается система цифрового метро Что это такое? Если раньше, в принципе, мы еще застали аналоговые все системы Старые поезда, старая передача информации через какие-то руки Через анализы по телефонам и так далее То в 2013 году была поставлена задача как-то цифровизировать работу метрополитена И конкретно цифровизировать работу диспетчерского центра и управления метрополитена Так появляется тройка, умные турникеты, появляются специальные камеры с опознаванием нашего лица для полиции и безопасности службы Ну и, в принципе, появляется вот этот единый диспетчерский центр У него такая довольно интересная трапециевидная форма Почему? Потому что это здание бывшего кинотеатра «Ереван» Он был открыт примерно в 60-х годах и доработал до 90-х Около 30 лет, после чего его закрыли и забросили И вот он пустовал, пустовал, пока в 2013 году его не передают московскому метрополитену под реконструкцию В котором в 2017 году открывают пункт управления и обеспечения транспортной безопасности А уже в 2019 году сюда начинают уже съезжаться все поездные диспетчеры со всех остальных линий Дорогие друзья, мы входим просто в святая святых Пункт управления в метрополитену, где работают поездные диспетчера Да-да, именно те люди, которые постоянно вызывают машиниста Которые вы часто слышите у меня в видео из кабины Так, сюда Здесь представлена схема нашего третьего этажа С указанием, где какой круг Второй этаж, третий этаж Мы сейчас вот здесь пройдем Здесь указаны каждый номер кабинета Соответственно, каждый номер кабинета подразумевает свой круг Как тут тихо вообще Конечно, тут прям вот можно шепотом разговаривать и все слышно будет В помещении объединенных диспетчерских кругов всегда должна храниться гробовая тишина Поскольку ни одни разговоры не должны препятствовать работе диспетчеров других линий Именно поэтому они отделены специальными шумопоглощающими перегородками А вот за нашей спиной, вот за этой перегородкой работает диспетчер сейчас А, Таганская Краснопресненская линия Ваша линия Это наша линия, смотрите Так, заходим на Таганскую Краснопресненскую линию Аккуратно Здравствуйте Здрасте Здрасте Вы, мой диспетчер нашей линии Мне так приятно вас видеть, очень приятно И мне очень приятно Мы не будем вас отвлекать, все прекрасно понимаем Просто вкратце расскажем, как вот тропать, ладно? Хорошо Спасибо Так, дорогие друзья, мы сейчас находимся в Святая Святых Таганской Краснопресненской линии метрополитена Десятый маршрут на беговой выдержка одна минута Помните такие фразы, да, наверное? Так вот, с этого помещения и ведется управление и регулирование движением поездов на Таганской Краснопресненской линии Давай я вам рассказываю Значит, это у нас старший диспетчер, главное? Нет, это не старший, это наш основной поездной диспетчер У нас есть в смене старшие поездные диспетчеры, которые их в случае чего подменяют или помогают в сложных случаях Ну, я буду говорить, старший диспетчер линии Да, да, да Прошу, перед вами с первого пути в Депо Краснопресне заходит состав, отправите скоро дышащим Перед лицом поездного диспетчера находится ARM-ДЦХ, автоматизированное рабочее место поездного диспетчера Оно служит вспомогательным объектом для контролирования движения поездов Что на нем выведено? Черными полосочками это линии, по которым следуют наши поезда Путь из центра, путь в центр И линия большая, она переносится на второй ярус Соответственно, белые перемещающиеся квадратики Это вы, наши дорогие машинисты, которые едут сейчас в реальном времени Ну и станции, которые расположены на линии Слева расположен АСРППД Автоматическая система регистрации приказов поездного диспетчера Благодаря этой системе поездной диспетчер может заранее подготовить необходимый приказ Зачитая его, дать указания работнику метрополитена, машинисту или дежурному по станции И удаленно через компьютер утвердить этот приказ Дорогие друзья, лето наступило И в связи с этим событием компания XD Design выпустила уникальную линейку летних легких сумок и рюкзаков С которыми вы будете чувствовать себя по-летнему легко А также сможете взять с собой все самое необходимое И сегодня у нас на обзоре два таких экземпляра Bobby Sling это однолямочный рюкзак объемом 4 литра Этот рюкзак имеет фирменный функционал линейки Bobby Есть защита от воришек, то есть тут нет внешних карманов, молнии скрыты И конечно же защита от порезов На внешней поверхности и нижней части рюкзака водоотталкивающий материал Есть светоотражающие элементы для безопасности в темное время суток Благодаря уникальной конструкции рюкзак можно носить как спереди, так и сзади В основном отделении есть панель органайзер Мягкий карман для планшета оберегает гаджет от повреждений В этот карман входит планшет, диагональ которого составляет 9,7 дюйма Внутри имеется ключница с застежкой, снаружи традиционный USB порт для зарядки гаджетов На ремне надежная застежка с тройной защитой от случайного открытия Urban Bombback это эргономичная поясная сумка с защитой от карманников Сумка сделана из водостойкого материала с защитой от прорезания Молния Urban Bombback снабжена потайным замком Когда вы застегиваете сумку, два бегунка сцепляются между собой Расцепить их возможно только сдвинув бегунки к краю молнии, к специальной базе Не зная этого, открыть сумку просто не получится Пряжка на лямке тоже имеет свой секрет с тремя кнопками и случайно не расстегнется Носить сумку тоже можно по-разному, например как поясную или на плече При внешней компактности сумка имеет объем 1 литр Основное отделение подойдет для планшета с диагональю до 7 дюймов Внутри есть три кармана, где поместится кошелек, повербанк, наушники и другие нужные мелочи И остерегайтесь подделок Покупать оригинальные рюкзаки и сумки XD Design я рекомендую только у официального представителя в России В интернет-магазине xd-design.ru Дорогие друзья, по ссылке в описании вы можете более подробно ознакомиться со всем ассортиментом компании XD Design Ну и самое главное, по промокоду METRO вас ждет индивидуальная скидка 20% на весь ассортимент в течение двух недель с момента выпуска этого видео Поэтому переходите по ссылке и закажите себе классные сумки и рюкзаки на это лето Беговая можно 343 поезд 48 маршрут со станции Кузнецкий мост отправьтесь с интервалом 2,5 минуты 40 маршрут на пролетарской выдержкой 1 минута Как вас зовут? Игорь Игорь Скажите пожалуйста, а вы работаете только на нашей линии Таганско-Краснопресненской? Нет, я в подменной группе, поэтому я работаю на Таганско-Краснопресненской и на Арбатско-Покровской Скажите, какая линия для вас сложнее? Наша или Арбатско-Покровская? Все зависит от... Понятно Понятно Все зависит от поездного положения, потому что везде свои особенности есть У нас съезды, текстильщики, Таганская, Спартак, Беговая Например, Калужская Рижка, там очень много станционных путей, если сравнивать с нашими Да, Калужская в этом плане, она очень удобная Чтобы поездной диспетчер мог анализировать, где у него находятся маршруты и поезда в реальном времени, а не только согласно графикам Справа у него есть специальный монитор, графика исполненного движения По факту он представляет точно такую же копию нашего бумажного носителя, но с небольшими изменениями Поверх чертятся синенькие линии, это поезда, которые в натуре исполняют этот график движения поездов То есть чертятся автоматически и поездной диспетчер может увидеть, где какое опоздание пошло, с какого поезда и так далее, да? Все верно, поездной диспетчер может заметить, от какого поезда пошло отклонение от графика Пойдем посмотрим, что там находится, потому что там еще один огромный кабинет и еще даже больше мониторов А, кстати, это диспетчер второй группы, да? Третья группа А, третья группа, девушка Здравствуйте На станции Щукинская выдержка сохраняется Дорогие друзья, сейчас мы перемещаемся дальше по кабинетам, так сказать, Таганской красноплесненской линии от поездного диспетчера, перемещаемся к диспетчерам инфраструктуры Правильно я говорю? Пойдем, здесь еще больше мониторов различных Здравствуйте Всем здравствуйте Очень приятно, сейчас мы у вас будем брать интервью Вы энергодиспетчер? Электромеханический Где мы находимся? Итак, мы находимся во второй зоне нашего объединенного диспетчерского круга Если за нашей спиной находятся диспетчера службы движения, то здесь находятся диспетчера инфраструктуры По правую руку от меня находится диспетчер эскалаторной службы, он же ЭСЦХ диспетчер, который занимается, соответственно, своей службой эскалаторов Контролирует их работу, переключение по графику и отвечает за нештатные ситуации За моей спиной находится рабочее место энерго диспетчера Энерго диспетчер, для меня это всегда было самое интересное Вот самое интересное, как они снимают напряжение с контактного рельса А особенно лет десять назад Потому что, мне кажется, десять лет назад не было вот таких мониторов, компьютеров И там все было телемеханика называлось Там какой-то рубильник включали, все это проходило по проводам Посмотрите, тут еще больше мониторов, чем у обычного диспетчера Вот мы с вами примерно сейчас разыграем ситуацию Предположим, на станции Пролетарская, второй путь в сторону центра На рельсы упал человек Машинист сообщает об этом вон тому диспетчеру, где мы только что были Игорю, да? Игорю Игорь, соответственно, определяется ситуацией Машинист дает заявку на снятие напряжения с контактного рельса Поездной диспетчер Игорь дает приказ по связи, да? Несмотря на то, что они в соседних кабинетах Обязательно Обязательно Это все записывает Он дает специальный приказ на снятие напряжения Вот этому диспетчеру Этой прекрасной даме И она уже, соответственно, своими манипуляциями Снимает напряжение А можете примерно сказать, как вы напряжение снимаете с контактного рельса? Например, на Пролетарской по второму пути После приказа от поездного диспетчера Подготавливаем схему для Это вот здесь, да? По компьютеру, соответственно? Вы выбираете что-то? Да, по компьютеру выбираем объекты и производим необходимые переключения А сколько по времени примерно занимает, чтобы снять? Ну, если все делаем средствами телеуправления, то 2-3 минуты 2 минуты И на подаче то же самое, да? На подаче, да А если всю линию обесточить? Ну, если все не помните Понятно То же самое, то же самое примерно? Ну, примерно, да Итак, сейчас мы находимся у рабочего места диспетчера электромеханической службы За что вообще ответственна электромеханическая служба? Вы, как пассажиры, в метро находитесь, ну, 2-3 часа, да, с дорогой Мы, как работники метрополитена, здесь находимся по 8 часов посменно По 12, а вместе с дорогой 13, а то и 14 часов ежедневно Ну, то есть я метро бежу чаще, чем родной дом Соответственно, нам нужно, чтобы здесь было тепло, уютно, чтобы здесь был свежий воздух Отопление канализации, вот за все Вот это отвечает служба электромеханическая Это вы имеете в виду не конкретно здесь, а вообще на линии? На метрополитене, конечно Конечно, отсюда это уже все управляется Соответственно, у нас на метрополитене За счет чего обеспечивается приток и вытяжка воздуха? За счет вентиляционных шахт У меня есть станционные, есть перегонные веншахты Ну, станционные, если это все понятно, они ведут сразу на платформу То перегонные, они ведут на перегонные И в чем их различия? Например, когда зима, холодный воздух у нас засасывается на перегонную веншахту Потом с поездами идет по тоннелю, нагревается, представляет себе И уже теплый выходит со станций Летом наоборот, свежий воздух, когда духота из ной засасывается на станцию И с поездами уходит через перегонные веншахты Именно поэтому обратите внимание Сегодня летом, когда будете спускаться под уличный переход метрополитена Вестибюльные двери будут приоткрыты Внутрь, воздух будет дуть вам спину в метро А их, кстати, сейчас на лето бывает даже снимают Вестибюльные двери? Некоторые Один ряд Здравствуйте, как зовут? Алена, прекрасная Алена Является диспетчером Электромеханической службы Значит, управление шахтами у нас Проявляется с армой Диспетчера МС Можем прямо здесь и сейчас Попытаться управлять вентиляционным агрегатом? Слушай, такой вопрос Смотри, происходит что-то на перегоне Поезд остановился на перегоне по какой-то причине Впереди него, предположим, наезд на человека и так далее Поездной диспетчер может вам дать указание на увеличение притока вентиляции на этом перегоне То есть и вы здесь, соответственно, уже делать какие-то манипуляции Да, мы включаем веншахты двумя агрегатами У нас имеется от одного до четырех вентиляционных агрегатов Мы их усиливаем за счет включения дополнительных агрегатов А там действительно это чувствуется? Я просто даже не представляю Вообще чувствуется, да Если шахта стоит, например, в перегоне Это совершенно комфортные условия, например, для работника ночью Здесь нарисована еще и Некрасовская линия Это Некрасовская линия А вы две линии обслуживаете? С недавних пор, да Сейчас Дмитрий нам покажет, где он раньше работал диспетчером Кстати, видите, там, получается, такие кабинетики без крыши Открытые Открытые Это закрытый круг А у диспетчера с оконической линии вот такой свой кабинетик Пойдем посмотрим буквально 30 секунд Вспомнишь, как это было Здравствуйте Здравствуйте Диспетчер с оконической линии И вот, когда я пришел дублироваться в единый диспетчерский центр Меня поставили именно сюда, на с оконической линию Дублироваться на основного поездного диспетчера Линия очень интересная С ее зонными оборотами посоларива Интересные соединительные ветви Интересное расположение электродепо Если на обычных линиях электродепо располагается с одной и с другой стороны линии То на с оконической линии фактически все электродепо находятся только на севере линии Дорогие друзья, мы перемещаемся дальше уже на третий этаж И здесь у нас центр организации перевозок Это именно то место, где находится вот этот огромный экран Да, пойдем покажем Те самые мозги единого диспетчерского центра Здесь сидят самые верха Ё-моё, нифига себе Проходя в это помещение, будем соблюдать максимальную тишину Дай бы не отвлекать дежурный персонал от их основной работы Кто здесь работает? Посмотри, вот я вот вижу Служба движения, служба подвижного состава Кто все эти люди? Все правильно Это представители служб Это операторы, которые собирают основную информацию по каждой службе Распространяя ее на свои верха, в свои руководительные, скажем так, подразделения Здесь можно посмотреть у каждого места свою подпись То есть у нас есть не только те службы, которые имеются на метрополитене Но и если подняться выше, вы сможете увидеть Что у нас, например, здесь есть представители трансмашхолдинга, метрового вагона Маша и так далее То есть каждый из персонала сидит за конкретным выполнением своей сферы деятельности Посмотри, вот диспетчерские круги сверху Мы были там на втором этаже Вот диспетчер Таганско-Краснопресненской Вот он Скажи, ситуационный центр что такое? Ситуационный центр это такое помещение, куда приходят оперативные вызовы Или какие-то вопросы пассажиров, касаемые каких-либо аспектов работы метрополитена Те самые колонны экстренного вызова, которые вы видите на станциях Красно-серые, они бывают синие-красные и так далее Если вы нажимаете кнопку, как раз вызов приходит сюда Откуда работники ситуационного центра передают информацию поездному диспетчеру Что, например, обратился пассажир с такой-то проблемой А поездной диспетчер уже передает дежурному по станции, чтобы тот подошел и разрулил эту конфликтную ситуацию А вот написано Троицкая линия, это новая будет, да? Какая-то уже готовит кабинет? Да, Троицкая линия, это задел под следующую линию А что там за красное кресло такое? Красное кресло это все дежурного по метрополитену Это тот человек, который собирает все данные, которые происходят на метрополитене Например, поездной диспетчер докладывает о каких-либо событиях, происходящих на линии Этот человек сортирует эту информацию, отправляет в вышестоящие руководительные должности И обеспечивает грамотную работу метрополитена на высших кругах управления Получается, что вот есть дежурный по станции, она главная у себя на станции, а есть дежурный по метрополитену, он самый главный на метрополитене Все верно Дежурная смена Все верно, именно этот человек организовывает в случае чего выдачу автобусов КМ, когда долговременно отсутствует движение на метрополитене То есть на плечах этого человека лежит работа по бесперебойной работе метрополитена Так, ну это главная мультимедийная стена этого центра Здесь, понятно, идут камеры наблюдения различных станций совершенно, они тут меняются или они выбирают специальные какие-то? Ежедневно включаются совершенно различные камеры, конечно, они управляются, их можно выбрать Но камеры, они в принципе разбросаны по всей линии, а вот на соседней видеостене Выбирается конкретно, может быть выбрана конкретно одна линия В основном в день выбирается случайным порядком линия и следится за ее работой Вплоть до состояния вентиляции, до состояния пассажиров в каждом поезде, на каждом перегоне конкретно в эту секунду Состояние пассажиров на платформе и так далее Вся информация Здесь нарисована схема метрополитена и все линии зеленые, что это значит? Это значит, фактически перед нами аналог Яндекс.Карт с ее пробками Обратите внимание, у нас каждая линия поделена на два сектора Первый путь, соответственно, и второй путь Если он обкрашен зеленым цветом, значит здесь соблюдается график движения поездов Соответственно, в этот единый диспетчерский центр стекается информация не только с нашего метрополитена, но еще и с трамваев, МЦК, МЦД То есть единый диспетчерский центр московского метрополитена контролирует не только московский метрополитен Так, идем дальше, и сейчас мы вам покажем рекреационную зону Слово, наверное, непонятно, но, короче, зона отдыха Покажи, пожалуйста Конечно, поскольку очень тяжелая работа лежит на плечах сотрудников единого диспетчерского центра Данное здание заботится о здоровье, благополучии, психического и морального состояния наших сотрудников Поэтому, в случае чего, после смены или до смены, человек может спокойно открыть вот эту дверку Пойдем Здравствуйте И пройти вот в такое замечательное помещение со свежими кондиционерами, с мягкими диванами, с аппаратами для продажи еды и напитков Слушай, а сколько, какой запах здесь такой приятный, прям, какой-то травой пахнет, да, или цветами, что ли? Да, действительно, какой-то ароматизатор стоит все-таки Дорогие друзья, если вам понравилось видео, обязательно напишите комментарий и оцените, лайк, обязательно Если какие-то есть вопросы к Дмитрию, он же работал, и дежурным по станции, и ДСЦП, и поездным диспетчерам Пишите в комментариях, сделаем отдельный выпуск с ответами на вопросы, или, может быть, даже стрим замут Обязательно расскажем Служба движения на самом деле интересная служба Много, что можно про нее рассказать Спасибо, рад был встрече До свидания Пока